Порядка 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива начнут выпускать в Павлодарской области. Сейчас на местном нефтехимическом заводе реализуется соответствующий проект. Уже начаты контрактной работы по поставке оборудования. Об этом премьер-министру доложили руководители завода. Алжас Бектенов ознакомился с работой предприятия, где перерабатывается порядка 6 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, выпуск битума увеличат на 15 процентов, на заводе завершили строительство печи. По итогам прошлого года объем переработки на НПЗ благодаря модернизации увеличился на 20 процентов и превысил 16 миллионов тонн в год. Побывал глава правительства и на предприятии нефтехим ЛТД. Он подчеркнул, что завод не только решил вопрос импорта продукции полипропилена, но и создал новое направление в экспорте. Бектенов поручил Министерству энергетики обеспечить завод сырьем для дальнейшего наращивания производства. Второе, он непосредственно, этот проект коррелируется с проектом по установке водородной новой установки на сегодняшний день. Тот водород, который сегодня вырабатывается и используется у нас в производстве, его недостаточно. То есть, мы идем практически в притыки, поэтому было принято решение со стратегическим инвестором в лице французской компании «Эрликит». Сегодня ведется совместный проект по производству новой водородной установки. То есть, эта установка нам позволит как раз-таки очищать дизельное топливо и доводить его до статуса зимнего дизельного топлива. Самый западный регион Белоруссии на ВДНХ. В Москве на площадке Международной выставки России в Белорусском национальном павильоне открылись Дни Крудинской области. До этого презентации здесь провели Брестская и Витебская области. Флагманские предприятия региона давно работают в тесной кооперации с россиянами. Именно Россия для грудинцев, как и для всей страны, главный и стратегический партнер, взаимодействие с которым растет. Прямо на церемонии подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Экспозиция Грудинской области будет работать почти месяц. Благодаря во многом сложностям, которые возникли у нас на западном векторе, мы начали более активно искать новый рынок избыта, диверсифицировать свои поставки. И здесь мы нарастили поставки в Российскую Федерацию. Но что еще более для нас важно, это тренд последнего времени. Мы совместно с российскими компаниями начали выступать на рынках третьих стран. Это пока первый раз точки, про это не буду говорить. Но вот это, наверное, хорошее взаимодействие, поскольку мы вместе подвергаемся санкционному давлению. Кто первый протоптал тропинку на рынке дальней дуги, где нас ждут, помогать это делать и своим партнерам из Российской Федерации, из Республики Беларусь. Вот такая кооперация – вот это, наверное, тренд в последнее время, который мне очень нравится. Президент России выступил против переименования профессии агронома. Разговор об этом возник во время визита Владимира Путина в Ставропольский край. Там глава государства не только оценил мощности местных предприятий, но также запустил три новых завода и попробовал местный компот за обедом с фермерами. Тепличный комплекс в поселке Солнечнодольске Ставропольского края – один из крупнейших не только в России, но и в Европе. Свежие, экологически чистые овощи здесь выращивают круглый год. Масштабы такие, что четвертая часть всех помидоров на полках российских магазинов выращена в этих теплицах. Десять лет назад в России не знали понятия «тепличное овощеводство». В стране отрасль построили с нуля. В вопросе обеспечения продовольственной безопасности России на правильном пути. Об этом президент говорил уже на встрече с представителями агропромышленного комплекса со всей страны. Также президент по видеосвязи дал старт работе трех предприятий агропромышленного комплекса. В Белогородской области начал работать завод по переработке масличных культур. В Мордовии открыли мясоперерабатывающий комплекс. В Ленинградской области после коренной модернизации запустили завод по производству минеральных удобрений. Теперь объемы выпуска вырастут более чем в раза и превысит один миллион тонн. Отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Михаилом Мишустиным. Он находится в Азербайджане с двухдневным визитом. Российский премьер-министр сказал, что ему удалось обсудить с коллегами многие совместные проекты и договоренности. Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил уверенность, что в текущем году удастся сохранить все общие направления, по которым сейчас ведется работа, особенно те, что касаются торгово-экономических отношений. Сотрудничество между странами активно развивается в сфере сельского хозяйства, фармацевтики, технологических, а также инновационных проектов и промышленности. Также считаю, что результаты вполне удовлетворительные. Рост более 17%. Думаю, что хороший показатель. Мы уже приближаемся к отметке 4,5 миллиарда долларов. Ну, естественно, что это не предел. И уверен, что по итогам этого года мы увидим еще больший рост взаимной торговли. В 5 раз выросли провозные мощности на наших пунктах пропуска. Это тоже большая системная работа. Мы продолжаем также здесь все соответствующие проекты по логистике. Вы сказали о Северном юге. Действительно, 30 миллионов тонн – это серьезный объем. И, конечно, предстоит многое сделать, чтобы на участках не осталось узких мест. 20-летнего максимума достиг уровень бедности в Аргентине. В январе 2024 года показатель подскочил до 57%. Рост частично обусловлен девальвацией аргентинского ПЕСа в рамках шоковой терапии экономики под руководством нового президента страны Хавьера Милея. Меры привели к росту цен на базовую продовольственную корзину, а также на услуги. Отметим, инфляция в латиноамериканской по итогам прошлого года стала самой высокой за последние 30 лет, превысив 211%.